Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. Практически стопроцентная готовность. Отопление уже подано в большинство многоквартирных домов в Самаре. Мороз крепчал, шуршали шины, водитель бдительно считал, когда в Самаре отметят день жестянщика и сколько стоит переобуть машину к зиме. Перелеснули страницу золотой книги и вписали 8 новых имен. В столице региона наградили лауреатов конкурса имена молодых дарований в сфере искусства и культуры Самарской области. В рамках закона в ДК «Заря» начался финальный этап городского правового турнира среди школьников и студентов колледжей. Губернатор Дмитрий Азаров в составе российской делегации начал работу в Пекине на форуме «Один пояс, один путь». В нем участвуют представители 130 стран. Делегация из России – одна из самых представительных. В ее составе руководство МИД и других министерств. Губернаторы ряда наиболее перспективных для сотрудничества с Китаем регионов России. В ходе двухдневного форума запланирована насыщенная программа, включающая в себя тематические сессии и подписание соглашений. Губернатор Дмитрий Азаров уже провел ряд важных переговоров и выразил уверенность в том, что форум даст новый импульс сотрудничеству между Россией и Китаем. Одна из главных тем форума – развитие трансграничной инфраструктуры, налаживание энергетических и телекоммуникационных цепочек. Самарская область выступит с предложениями по развитию логистического и инвестиционного потенциала. Учреждения социальной сферы полностью обеспечены теплом. Степень готовности жилого фонда на сегодняшний день составляет 99,8%. Актуальные задачи по подготовке Самары к отопительному сезону разбирали во время еженедельного совещания в Департаменте городского хозяйства и экологии. Обсуждение прошло под руководством первого вице-мэра Владимира Василенко. Какие задачи стоят перед специалистами сейчас и что уже сделано, расскажем в нашем материале. Независимо от вида теплоносителя, комфортно должно быть во всех жилых зданиях и помещениях. Некоторое жилье запитывается при помощи газа. Такой механизм подачи теплоресурса используется в доме по улице Чапаевской, 148, где в каждой квартире имеется котел. Во время подготовки к осенне-зимнему периоду управляющая компания проделала большую работу, чтобы обеспечить энергосбережение. Были установлены пластиковые окна в подъездах, была заменена железная дверь на новую и перед капитальным ремонтом фасада была уцеплена торцевая стена дома за счет средств, собранных жителями по статье «Текущий ремонт». И уже потом был произведен капитальный ремонт фасада. Для безопасности жильцов газовое оборудование, вентиляционные каналы здесь регулярно проверяют, особенно перед началом каждого сезона. Помимо контроля за исправностью систем индивидуального отопления, управляющая компания занималась вопросом обогрева подъезда, где ранее установили электрический радиатор. До этого чугунная батарея была запитана от нежилого помещения, собственник которого решил сэкономить. Мы приняли вот такое решение повесить электрический радиатор в подъезде, сделали под него розетку и, соответственно, вот такой красивый радиатор повесили. Он включается, выключается, можно разную температуру регулировать и уже жители сами решают, когда есть необходимость включить, когда выключить. Напомним, что согласно постановлению главы Самары Елены Лапушкиной, отопительный сезон в городе стартовал заблаговременно 18 сентября с объектов соцсферы. И по состоянию на 17 октября теплоснабжение запущено во все учреждения. С 25 сентября начали подключать к теплу и жилые дома. Эта работа также на стадии завершения. Степень готовности 99,8%. Контроль за ситуацией непрерывный. Актуальные задачи сезона разбирали на еженедельном штабе в Департаменте городского хозяйства и экологии. Обсуждение прошло под руководством первого вице-мэра Владимира Василенко. Он напомнил, что в Самаре с 7 октября работает горячая линия, позвонив на которую, жители могут оставить обращения, связанные с обеспечением теплоресурсом. Заявки поступают по телефонам горячей линии администрации внутригородских районов, профильного городского департамента и единой дежурно-диспетчерской службы Самары. Также отрабатывают сообщения, которые горожане публикуют в социальных сетях и мессенджерах. Во время совещания первый вице-мэр также поручил коммунальщикам до 1 ноября заделать все вскрытия на участках теплосетей. Среди них как плановые, так и появившиеся на старте подключения зданий к теплу. Михаил Ермоленко, Николай Пифанов. События. В Самаре продолжается строительство станции метротеатральные. Метростроители трудятся в районе областного арбитражного суда и сквера имени Устинова. В этой части расположится самая глубокая точка будущей линии метрополитена. Она достигнет уровня 28 метров. На указанном участке встретятся два тоннеля проходческих комплекса. Один пойдет от улицы Галактионовской, другой от Полевой. На улице Самарской появятся также водоотливные, вентиляционные и другие притоннельные сооружения метрополитена. Для этого понадобится вырубка части зеленых насаждений. Не менее важен и вопрос на перспективу. Он касается восстановления озеленения после производства всех работ на Самарской, связанных с местом строя. Над конструкцией будущего подземного сооружения деревьев быть не должно, поэтому участок засазят кустарниками и травой. Деревья же, новые саженцы, расположатся в соседних локациях. Среди актуальных задач остается и завершение расселения жителей домов, попадающих в зону метростроя. Новая станция завершит первую линию Самарского метрополитена. После строительства подземка станет более востребованной, поскольку свяжет удаленные районы города с его исторической частью. Театральная позволит горожанам без пробок, с комфортом добираться с окраин, например, с Безымянки, до центра Самары и обратно. И чаще посещать театры, музеи и другие социокультурные площадки. Для Самары это очень важно. Во-первых, это престиж, это лицо города, это красота такая. А во-вторых, представьте, вот наш город такой вытянутый, длинный. И как людям с Безымянки с того конца города в исторический центр тяжело попасть. Это и пробки, и долго. А представьте, студенты, как легко им будет ездить в свои вузы. Так сложилось, что основная масса вузов у нас находится где? В центре, набережной, театры, выставки. Везде народ может попасть спокойно и легко. Даже школьники, пожалуйста, и областная детская библиотека, и для студентов областная библиотека. То есть это станет легче и проще. Услуги шиномонтажа подорожали в Самаре в среднем на 15%. А цены на популярные размеры шин держатся на прежнем уровне, либо снижаются. Поскольку вместо шин дорогих иностранных брендов появилась бюджетная китайская резина. Самарские автомобилисты уже записываются на шиномонтаж. Сколько сейчас стоит переобуть машину, расскажет Светлана Кудрявцева. Автомобилисты начинают готовить машины к зимнему сезону. Менять шины с летних на зимние рекомендуют, пока не ударили морозы. И не случился так называемый день жестянщика, когда из-за первого гололеда на дорогах фиксируют огромное количество аварий. Переобуваться можно, когда температура воздуха опускается до плюс 5 градусов. Но и сейчас многие приезжают в мастерские, чтобы заранее подготовить колеса. Я привез зимние колеса, чтобы их проверили перед зимой, отбалансировали, то есть дошиповали, давление проверили. Потом уже все будут ездить, то есть ажиотаж будет. Придется в очереди стоять. А сейчас пока нет никого. Как говорится, готовятся они летом. Средняя стоимость полного шиномонтажа по Самаре от полутора до 2200 рублей. Это примерно на 15% дороже, чем в прошлом году. А вот цены на резину по наиболее популярным типоразмерам остаются на уровне прошлого года и даже ниже. Это связано с тем, что известные зарубежные поставщики покинули рынок и нишу заполняют товары из Китая. Шины сейчас в основном ставят производство Китай, так как по цене они стали доступнее. И многие шины ушли с рынка дорогие. Средняя цена от 3-4 тысяч рублей за одну покрышку. Итого сменить шины на зимние, используя китайскую резину, можно в среднем за 18 тысяч рублей. Это бюджетный вариант. Можно поставить и более дорогие колеса. В прошлом году общая стоимость доходила до 40 тысяч, так как поставщики из-за нестабильности поднимали цены. Увеличение спроса на шипованную резину автоэксперты ожидают в конце октября, в начале ноября. К этому времени цены еще могут подрасти. Напомним, что с сентября в России установлен запрет на использование зимних шин летом, а летних – зимой. Штраф за нарушение – 500 рублей. Использовать машину также запрещено, если зимние шины установлены не на все четыре колеса. Правила относятся к легковым машинам и грузовикам весом до 3,5 тонн. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События. Вдоль улицы Галактионовской, от Чкалова до Маяковской вместо кустарников теперь будут расти пирамидальные тополя. Они будут отделять пешеходную часть и дорогу от двора и жилой застройки. 20 саженцев молодых деревьев на Самарской улице появились благодаря усилиям работников ПАУТЭ+. Подробности в сюжете Галины Топилиной. Восстановление лесов и озеленение городской среды. ПАУТЭ+, заботится не только о тепле и уюте в домах, но и об экологии. Более 95 тысяч зеленых насаждений появились в регионе силами теплоэнергетиков. Компания ТЭПЛЮС заботится не только о качестве тепловых ресурсов, но также о комфортной среде городской жизни. Сегодня мы засаживаем в Ленинском районе 20 тополей. Данные тополя являются премиальными, не распространяют пух и будут радовать немало лет глаза горожан. Деревья высаживались сотрудниками энергоснабжающей организации. Содействие в акции оказала районная администрация. У нас сложились давно тесные взаимоотношения с организацией ПАУТЭ+. Принимают участие у нас они активно в озеленении, конкретно мы сейчас говорим, Ленинского района. Ежегодно высаживаются зеленые насаждения. В прошлом году ПАУТЭ+, высадили 34 голубых ели в плане реконструкции старых деревьев, которые пришли в аварийное состояние. Высокие пирамидальные тополя называют северным аналогом кипарисов. Это быстрорастущее дерево неприхотливо в уходе и идеально подходит для городских улиц. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. 7 ноября на площади Куйбышева в Самаре вновь состоится парад памяти. Он посвящен параду, который прошел в Куйбышеве 7 ноября 1941 года. Тогда на подступах к столице шли ожесточенные бои. И в такой ситуации руководство страны приняло решение провести парады в трех крупных городах страны. В Москве, Воронеже и Куйбышеве. Они были призваны поднять дух советских людей и продемонстрировать миру готовность народа сражаться с врагом до победы. В память о тех событиях ежегодно 7 ноября в Самаре вот уже 11 лет проходит военный парад. И нынешний год не станет исключением. А теперь коротко о других темах дня. В Самарской области в 2023 году от клещей пострадали почти 4000 человек. Кроме того, в этом сезоне зарегистрировали 14 случаев клещевого боррелиоза и 2 случая клещевого вирусного энцефалита. Из 3768 экземпляров клещей, снятых с людей и исследованных в Центре гигиены и эпидемиологии Самарской области, в 59 экземплярах обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита. Из проверенных 3662 клещей в 62 экземплярах обнаружили боррелии. Медики напоминают, самым эффективным средством защиты от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. Власти Таиланда с 1 ноября продлят срок безвизового режима для россиян с 30 до 90 дней. Новые правила будут действовать до 30 апреля 2024 года. Такую меру выбрало правительство страны для привлечения туристов из России, пишет ТАСС со ссылкой на премьер-министра Таиланда. Как отметил тайландский премьер, продление безвизового периода может дать возможность российским туристам оставаться в Таиланде подольше. По его словам, эта мера является дружественным жестом, который позволит провести продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным на третьем международном форуме «Один пояс, один путь», который пройдет в Пекине 17 и 18 октября. Красноярский районный суд Самарской области вынес приговор по уголовному делу в отношении браконьеров, Как сообщает пресс-служба ведомства, в ноябре 2022 года трое жителей Самары на территории охотничьих угодий Красноярского района совершили незаконный отстрел двух косуль. В результате государству был причинен ущерб на сумму 80 тысяч рублей. Сотрудники полиции изъяли у правонарушителей охотничье нарезное огнестрельное оружие, боеприпасы, оптические прицелы и кроссовер. Суд приговорил виновных к наказанию в виде штрафа в размере от 500 до 700 тысяч рублей и лишил права заниматься деятельностью, связанной с добычей охотничьих ресурсов. Они точно знают свои права и обязанности. В Самарском ДК «Заря» состоялся финал городского правового турнира среди общеобразовательных учреждений и среднеспециальных учебных заведений в рамках закона. Игра организована Самарским домом молодежи при поддержке городской администрации в рамках профилактики подростковых правонарушений. Кто оказался более подкованным в юридических вопросах, расскажем в нашем сюжете. В команде школы номер 81 для участия в городском правовом турнире собрались ребята, которые любят изучать юридические тонкости. Все они имеют успехи в изучении обществознания. Это, а также кропотливая и вдумчивая подготовка и помогли ребятам стать победителями на районном этапе и представлять Ленинский район уже в финале турнира. Интерес к праву существует у многих старшеклассников. Это, наверное, такая важная часть взрослой жизни, знать законы. И они не все собираются стать юристами, но интерес к предмету у них существует. Свои знания в области юриспруденции на финале правового турнира в рамках закона проверяли представители десяти команд. За победу сражались победители районных этапов среди самарских школ, а также одна команда, ставшая лучшей на отборочном этапе среди студентов колледжей. Ребята должны были продемонстрировать знания юридических терминов, основных законов и кодексов страны, а также проявить смекалку и быстроту мышления. Участников оценивало компетентное жюри, состоящее из экспертов в правовой отрасли. Само мероприятие проходит в рамках муниципальной программы, которая направлена на профилактику правонарушений среди молодежи. Исходя из этого, мы прекрасно понимаем о том, что да, ребятам необходимо проводить лекции, да, ребятам необходимо разъяснять их права и обязанности, но, тем не менее, есть у нас возможность предоставить в игровом формате информацию, которая, на наш взгляд, усваивается намного лучше и проще всеми участниками. После пяти раундов жюри подвели итоги турнира. Победителями стали ученики лицея «Престиж», второе место у команды школы номер 42, а представители 162-й школы стали третьими. Призеры получили кубки и памятные подарки в виде обложек на паспорт, а также на студенческие билеты, которые ребята получат в будущем, возможно, как представители юридических факультетов. Андрей Горгуленко, Петр Поломеев. События. Перелеснули страницу «Золотой книги» и вписали восемь новых имен. В Самаре наградили лауреатов конкурса «Имена молодых дарований» в сфере искусств и культуры Самарской области. В число лучших вошли победители «Дельфийских игр», обладатели гран-при международных и всероссийских конкурсов и олимпиад, участники престижных фестивалей, кто своим талантом и старанием внес большой вклад в развитие культуры родного региона. Это и музыканты, и художники, а также другие представители сферы. С лауреатами познакомилась наша съемочная группа. Дмитрий Дмитриевич Вакарчук. Выпускник детской школы «Искусств» имени Аркадия Островского, город Сызрань. Пускай нам в колледжа имени Внеси. Творческий путь Дмитрия Вакарчука начался с небольшой школы искусств в городе Сызрань. Позже были и Москва, и Санкт-Петербург, победы на всероссийских и международных конкурсах. Но о родном городе и регионе деятель культуры не забыл. Сейчас доцент кафедры духовых и ударных инструментов Института Академии имени Маймонида Российского государственного университета имени Косыгина руководит духовым оркестром и ведет ансамбль. В этом качестве активно развивает музыкальное искусство в Сызране, помогает своей альмаматор Детской школе искусств имени Островского. За работу, в том числе на благо региона, Дмитрий Вакарчук стал одним из восьми лауреатов престижной премии Самарской области «Золотой книги» в 2023 году. Это для меня большая честь находиться здесь и быть награжденным данной медалью, данной наградой. Я безмерно благодарен людям, которые со мной шли на всем пути моего творческой жизни. Благодарен Мироновой и Раиде Николаевне, благодарен моим родителям, которые меня всегда поддерживали и были всегда со мной. Проект «Золотая книга» заразился в 2006 году и за это время героями необычных страниц стали 144 одаренных ребенка и подростка, а также молодых работника отрасли Самарского региона. Но одного таланта мало. Помощь опытного наставника – это то, что всегда поможет огранить бриллиант из мира искусства. Готовить не конкретно конкурсы, а работать своей ежедневной работой. Здесь и сейчас на занятиях постепенно, постепенно набирает тот опыт и навыки с ребенком с определенным. Не знаю, мне кажется, это очень важный и интересный проект. Каждый сезон на протяжении 16 лет престижный конкурс поддерживают Министерство культуры и правительство Самарской области. Все наши звезды родились и учились в Самарском крае. Сейчас наши отдаенные земляки покоряют культурное пространство нашей страны, что особенно важно. И уже кто-то известен и за пределами нашего государства, но продолжают прославлять наш Волжский край во имя Великой Родины. Среди лауреатов – победители Дельфийских игр, обладатели Гран-при, международных и всероссийских конкурсов и Олимпиад, премии разного уровня, от губернаторских до президентских, участники престижных фестивалей. Для каждого из этих прославленных деятелей культуры большая честь оказаться на страницах «Золотой книги». Не менее важно и то, что увековечивают и заслуги преподавателей. Особый символизм моменту придает то, что четвертый том «Золотой книги» выходит в 2023-м, который объявлен годом педагога и наставника. Михаил Ермоленко, Петр Поломеев. События. Хоккейные команды Самарской области не смогли порадовать своих болельщиков. Все они уступили соперникам в своих чемпионатах. Проиграли матч премьер-лиги и баскетболистки Самары. Эфир продолжит спортивная рубрика. Хоккеисты «Лады» в КХЛ неожиданно уступили Нижнекамскому нефтехимику на домашней площадке. Первый период для хозяев омрачился травмами двух игроков основного состава, а также большим количеством удалений, чем гости и воспользовались, дважды реализовав численное преимущество. Во втором периоде тольяттинцы пытались отыграться, но забить так и не смогли, а в концовке еще раз пропустили. В третьем игровом отрезке нижнекамцы спокойно обороняли свое преимущество, а на 56-й минуте установили окончательный счет. 0-4. Поражение «Лады». Свою удачную серию из девяти побед подряд прервали хоккеисты молодежного клуба «Ладья». Этот сезон в МХЛ тольяттинцы начали с поражения от челябинских белых медведей. Обыграть их не получилось и во второй раз. Уже в самом начале игры медведи вели 2-0, после чего команды обменялись заброшенными шайбами, и на табло долгое время сохранялось преимущество в два гола. В начале третьего периода тольяттинцы отыграли одну шайбу, но затем пропустили еще дважды. 2-5. Поражение «Ладьи». Не смог накануне победить еще один хоккейный клуб Самарской области. ЦСКА ВВС уступили в ВХЛ дома Тульскому АКМ. Уже на второй минуте гости открыли счет, а в конце первого периода укрепили свое преимущество. Во втором периоде летчики сократили отставание. Затем самарцы попытались сравнять счет, но не использовали свои моменты, а вот гости такого расточительства себе не позволили, дважды отправив шайбу в сетку ворот соперника. В конце волжане забили еще один гол, но большего сделать не смогли. 2-4. Поражение ЦСКА ВВС. Баскетболистки Самары в матче Премьер-лиги дома уступили Курскому Динамо, финалисту прошлого сезона. Начало хозяйки паркета провели, удачно действуя в защите и лидировали в счете. Но дальше по ходу матча все чаще оказывались в положении догоняющих. Ближе к концовке Самара допустила несколько потерь, которые не позволили зацепиться за соперника и навязать борьбу на последних минутах. 67-74. Поражение Самары. Футболисты Крыльев-Советов сыграли матчи за свои сборные. Юрий Горшков и Роман Евгеньев вышли в стартовом составе сборной России в товарищеском матче против сборной Кении. Матч завершился 2-2. Роман провел на поле весь матч, а Юрий, для которого это был дебют в национальной команде, был заменен на 83-й минуте. Еще за сборную Боснии и Герцеговины сыграл Амар Рахманович. Он отыграл первый тайм отборочного матча на Евро-2024 против Португалии. Боснийцы уступили 0-5. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Самаре в день проведения матча по регби 21 октября усилят работу общественного транспорта. Подобный матч в столице региона проведут впервые на стадионе «Солидарность» Самара-Арена. В нем сразятся сборная России по регби и команда русские «Барбаринс». Сборная легионеров чемпионата страны по регби. Начало матча в 12.00. В телеграм-канале городской администрации сообщают, что для удобства болельщиков будет осуществляться подвоз зрителей трамваями маршрутов номеров 11 и 12 до конечной остановки Самара-Арена. По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать зрителей на конечной остановке Самара-Арена. Усилят и работу автобусных маршрутов. В завершении игры к остановке улицы Алма-Атинская будут поданы дополнительные автобусы, выполняющие рейсы по маршрутам номеров 1, 67, 34, 41, а на остановку улицы Дальняя дополнительные автобусы маршрутов номеров 1 и 67. В Самарской области с 16 по 27 октября проходит второй этап всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», которая направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, говорится в телеграм-канале промышленного района. Областная полиция призывает жителей региона не оставаться равнодушными и сообщать обо всех известных фактах распространения и хранения запрещенных препаратов в ближайший отдел полиции или по номеру 102. Записать ребенка в спортивную секцию можно через госуслуги, напоминает в телеграм-канале Ленинского района. Многие занятия бесплатные или их можно оплатить сертификатом доп. образования, который выдают детям с 5 до 17 лет. Он автоматически формируется при выборе кружка. Для того, чтобы записаться в кружок на госуслугах, нужно выбрать учебный год, найти подходящую секцию, подать заявление. Организатор рассмотрит его в течение 7 дней, если есть вступительное испытание, до 45 дней. Договор об обучении пришлют в личный кабинет. Выбор секций и кружков на портале большой. Можно не только заниматься спортом, но и изучать астрономию, робототехнику, играть в шахматы или ставить первые научные эксперименты. До 15 ноября региональный оператор объявляет традиционный сбор макулатуры. Информирует в телеграм-канале Куйбышевского района. Экомобиль приедет к вам и заберет вторсырье. Для этого необходимо оставить заявку по телефону 8 927 685 98 53. Коллективные и индивидуальные заявки на участие принимаются до 10 ноября. Выезда осуществляются по Самаре. Принести макулатуру можно самостоятельно по адресу Партизанская, 17-Б. На переработку принимаются неглянцевые журналы, газеты, офисная бумага, тетради, картон с маркировками, коробки, бумажные пакеты, чистая картонная упаковка от продуктов, книги и другие печатные издания, которые будут направлены для развития и популяризации акций «Буккроссинг». Перед сдачей бумагу нужно освободить от всех посторонних предметов – скрепок, пружин, скоб, скотча. Сырье должно быть чистым и сухим. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС в нашем телеграм-канале, на страничках ВКонтакте и Одноклассники. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи.